Приветствую, это Шамшурин и такая короткая история, которую решил с тобой поделиться. Это видео будет посвящено и мужчинам, и также женщинам. Оно будет им полезно, я считаю, им нужно это послушать. Суть такая, я тут созванивался с моим другом Сашей буквально на днях и спрашивал, как он провел выходные, потому что меня в Москве не было. Он говорит, что я ходил в Дюран-бар. Дюран уже не тот, он, как обычно, сидит на то, что там очень много стало мужиков, таких нарядных, модных, стильных, накачанных, и все меньше и меньше женщин. И качество этих девушек заметно ниже, но я сам это заметил. Там очень большая конкуренция сейчас. Ты берешь девушку, приглашай себя за стол. Пока ты ее ведешь за стол, к ней налетают еще 2-3 парня, и буквально у тебя из рук выхватывают эту добычу. Представляю, насколько там зазнаются эти девушки. То есть как им вообще, ну как бы прикольно, когда, то есть она приходит такая вся нарядная, и тут как бы встаю, в очередь выстраивается мужчина, чтобы пригласить ее там к себе выпить за стол или там где-то за баром с ней пообщаться, постоять. Ну, как бы я могу понять, откуда у женщин такая необоснованно высокая самооценка. Вот, ну суть не в этом, как бы. Он познакомился в пятницу перед субботой в Тиндере с девушкой. Саня любитель знакомиться в Тиндере. Вот, и он говорит, что девчонка такая адекватная, красивые фотки, видно, что нормальная, там что-то информация о себе хорошая. И он хотел ей уже как бы позвонить, спросить, давай телефон, я тебя наберу, как он обычно это делает. Ну вот, а в этом случае она сама говорит, о чем мы здесь общаемся, давай как бы записываем мой номер, звони, поболтаем и все выясним. Ну, то есть это говорит о том, что девушка адекватная, ну, как бы вполне нормальная, адекватная девушка не выпендривается, как бы. Он ей звонит, он говорит, мы нормально пообщались, очень круто. Вот, поболтали, она повеселилась, посмеялась, то есть он говорит, я понимаю, что я ей понравился, потому что прям разговор такой продолжительный был, там около получаса, и, соответственно, договорились завтра встретиться. Она говорит, все, давай, окей, с удовольствием, завтра встречаемся, завтра суббота. И что происходит дальше? Суббота, Саня записывает голосовое сообщение девушке, как бы, по WhatsApp, говорит, привет, это Саша, мы сегодня с тобой договорились увидеться, приглашаю тебя в Дюран, то есть я буду в Дюране, приходи туда, у меня там столик снят, я буду с друзьями, если хочешь, бери подружку, ну, как бы, классно, проведем время, потанцуем там и так далее. Вот, и вроде бы классное предложение, но Дюран не самое плохое место в Москве, то есть я бы даже сказал, что оно, ну, такое, как бы, одно из самых хороших, которые я знаю, то есть, ну, довольно качественное, неплохое место, вот. И предложение-то хорошее, то есть, как бы, приходи, собственно говоря, пообщаемся, не знаю, выпьем, потанцуем, развлечемся, ну, то есть, вот, в каком-то таком духе. Вот, блин, эти китайцы, конечно, достали. Вот, я ее снимаю дальше, смотри. И, короче, ну, от нее поступил совершенно неожиданный ответ, то есть она тоже голосовой записан, она говорит, слушай, мне нужны серьезные отношения, мне нужен серьезный мужчина, а поскольку ты ходишь в Дюран-бар, значит, ты не серьезный мужчина, как бы, поэтому я не вижу смысла нам дальше продолжать наше, там, какое-то общение, даже не вижу смысла встречаться, все, давай, пока, удачи. И заблокировал Санька, то есть, ну, это какой-то бред вообще, ребят. То есть, где логика? Она решила, что, как бы, Дюран имеет какую-то связь с несерьезностью мужчины, да, то есть, если мужчина посещает, там, Дюран-бар или какие-то другие места, хотя Дюран-бар это не то место, где происходит гей-пати или, там, свинг-пати, не знаю, или какие-то развратные вечеринки, то есть, нормальное, цивильное, качественное место, куда приходят, как бы, ну, внешне красивые люди, во всяком случае, то есть, ну, это как в той истории, когда человек говорит, я сегодня с утра видел много разных красивых одежд, но, как бы, правда, в многих из них внутри не было людей, ну, то есть, во всяком случае, внешне эта публика выглядит нормально, вот. Откуда она знает, кто такой Саша? То есть, почему серьезный, не серьезный? То есть, он вполне серьезный парень, бизнесмен, там, успешный, и, как бы, в том возрасте, когда уже пора строить серьезные отношения, то есть, пора жениться, почему нет? То есть, вот она придет, может быть, они увидятся, пересекутся взглядами, и она поймет, что, боже, это моя любовь, это мужчина всей моей жизни, а он посмотрит на нее и тоже влюбится, и все, там, заиграет волшебная музыка, и все у них будет классно. То есть, ну, я не вижу никакой прямой корреляции между несерьезностью мужчины и дюраном. То есть, в ее понимании, скорее всего, история такая, что она считает мужчина серьезный, это, наверное, тот, который вообще не ходит в какие-то социальные места, не ходит тусить, не ходит развлекаться, который сидит целыми днями, майнит биткоины за компьютером, программирует какое-то там программирование, то есть, который, не знаю, такой в очках заправленных вот посюда брюках, что это как должен выглядеть в ее понимании серьезный мужчина, то есть, не знаю, там, какой-то школьный учитель или что, то есть, что не так, вот. И, как бы, мораль-то следующая, то есть, этим видео я хотел пожелать, во-первых, мужчинам как можно больше адекватных женщин в вашей жизни, то есть, я хотел бы, чтобы тебе меньше попадалось вот таких вот, ну, на всю голову нелогичных летящих женщин, вот. А женщинам я, собственно говоря, хочу сказать следующее. Дорогие, милые девушки, перестаньте сами себе ебать мозги, пожалуйста. Перестаньте ебать мозги мужчинам и, в первую очередь, сами себе, потому что так велик риск в 40 лет оказаться в компании 40 кошек, которые вырабатывают столько энергии, сколько хватит на работу одного вибратора, потому что с такой железной, в кавычках, логикой, с такими стереотипами, с такими какими-то рамками мышления, зашоренностью и так далее, вы никогда не найдете себе мужчину нормального, потому что, как бы, если вы будете вот так думать и отказываться от мужчины, то есть, почему бы не встретиться, не попробовать, может, он классный, может, понравится, то есть, вселенная подсовывает какой-то вариант, говорит, на, пожалуйста, бери классный парень, ты говоришь, мне не надо, потому что ты несерьезный. Откуда она знает? Поэтому, девушки, пожалуйста, как бы, подумайте о своем будущем, включайте голову, не надо вот быть вот такими вот идиотками, то есть, не надо думать вот так, как эта девушка. И, соответственно, еще раз, мужчина, а вам я желаю в следующем году каждому из вас хотя бы по одной идеальной, красивой, лучшей женщине. Еще одна важная информация. Есть такая классная штука, как колокольчик. Для чего она? Для того, чтобы ты мог быть оповещен о том, что вышло мое новое видео. Сейчас ты нажимаешь на этот колокольчик, и в следующий раз, когда выходит мой новый выпуск, ты будешь об этом уведомлен, оповещен, и ты об этом узнаешь, соответственно, перейдешь на канал, и сразу будешь один из первых его смотреть. Поэтому это очень полезная штука. Нажимай на него прямо сейчас. И еще одно объявление. Оно чисто для мужиков, как бы, суть следующая. У меня такое предложение. У меня есть еще два свободных места на декабрь на индивидуальный тренинг со мной. То есть, в эти крайние предновогодние дни есть еще место на четырехдневный и шестидневный тренинг со мной. Поэтому, если ты хочешь вступить в Новый год с первого числа, начать новую жизнь, не откладывая, но потом полную женщин красивых, или найти себе самую лучшую, и вот сейчас самое время сделать этот шаг прямо сейчас, перед Новым годом. Почему бы нет? Поэтому, еще раз, два места записываешься под этим видео. Там есть ссылка на сайте, оставляешь заявку. С тобой связывается мой менеджер, рассказывает тебе по стоимости и по графику, и мы с тобой увидимся уже буквально на днях в этом декабре перед Новым годом. Это был Шамшурин. Увидимся. Пока.